А главный радикал страны одолжил у жены 60 тысяч долларов. Олег Ляшко внес изменения в свою электронную декларацию. По новым данным, нардеп имеет перед супругой финансовые валютные обязательства. При этом Ляшко оформил на гражданскую жену новоприобретенную дачу и земельный участок в Киеве площадью 60 соток. Стоимость недвижимости нардеп не указал, а вот немалый пайс столичной земли обошелся декларанту всего в 148 тысяч гривен. Эксперты рынка утверждают, один только дом в элитном поселке под Киевом оценивается в 15 миллионов гривен. Земля за сотку в этом районе стоит от 5 тысяч долларов. Откуда деньги у Олега Ляшко на элитную недвижимость в Киеве, проверяет НАБУ. Лидеры радикальной партии подозревают в незаконном обогащении. И это при том, что ни Ляшко, ни его жена официально не владеют бизнесом. На вопрос, откуда взялись средства на такие роскошные приобретения, главный радикал прямо не отвечает. Впрочем, громкое расследование не помешало ему затеять ремонт в новом имении. Также нардеп, не скрываясь, 7 мая отправился в Вену. Компанию ему в очередной раз составили друг и кум Юрий Сухин и киевский студент Даниэль Лайс. Во время поездки политик посетил элитный альпийский курортный городок Клагенфурт. Этот отдых Ляшко не отразил в своей декларации, как, впрочем, и новогодние каникулы в Таиланде. Только авиабилеты в Пхукет, по данным СМИ, обошлись ему в сумму более 100 тысяч гривен. Нардепы всех фракций обратились в НАПК с просьбой проверить недешевый отдых парламентария. Коллеги Ляшко, в частности Надежда Савченко, уверены, однопартийцы и главный радикал приторговывают голосами.